Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Sklades, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы будем менять контроллер тачскрина на iPhone 6. На iPhone 6 Plus меняется идентично и диагностируется. Приступим. Для начала необходимо снять защиту с микросхем. Сняли. Вот, данная микросхема находится в этой части платы. Ее мы и будем менять. Новая микросхема выглядит точно так же. Вот, чтобы было видно получше, покажу. Теперь приступим к снятию данной микросхемы. Чтобы ее снимать, микроскоп не нужен. Мы приблизили специально, чтобы вам было лучше видно. Наносим флюсы. И нагреваем саму микросхему. Мы выставляем температуру 320 градусов. На вашем фене температура может быть иная. Правильно подберите температуру. Поток воздуха должен быть точно на данную микросхему. Не должны нагреваться рядом стоящие микросхемы. Но, естественно, они нагреваться будут просто не до такой температуры, как микросхему, которую мы снимаем. Чтобы определить, что можно ее снять или нет, чуть-чуть задеваем ее пинцетом. Только не сильно, чтобы не срывать. То есть она должна плавать. Вот видите, она плавает. Теперь снимаем ее аккуратно. Аккуратно снимаем. Все. Сняли данную микросхему. Теперь нам необходимо зачистить контактную площадку. Это мы делаем паяльником. Я у быстрого видео. Так как эта работа монотонная и простая. Тут ничего сложного нет. Теперь приступим, как же диагностировать данную микросхему. То есть когда ее нужно мять, когда проблемы не в ней. Если на вашем аппарате не работает тачскрин, либо он плохо работает, либо тормозит, вы уже заменили модуль и это вам не помогло, то знайте 90% что у вас неисправна микросхема тачскрин. Ее просто нужно заменить. И у вас будет все работать. И здесь вам необходимо осмотреть печатную плату. Нет ли следов коррозии. Если нет. Все. Ставим новую микросхему. Поставили. Теперь точно так же феном ее нагреваем. Мы выставляем температуру 320 градусов. И ждем. Когда она припаяется. Но естественно перед заменой данной микросхемы вам необходимо сделать диагностику. И быть уверенным, что проблема именно в ней. Это не обозначает то, что вы подсоединили дисплейный модуль. И у вас не работает тачскрин. Это точно эта микросхема. Сделайте первичную диагностику. В первичную диагностику входит осмотр печатной платы на следы коррозии. Проверка на потребление печатной платы. Выявление нет ли повреждений других микросхем. Только после этого вы делаете диагностику данной микросхемы. Как это делать мы расскажем на следующих видео. Все. Микросхема у нас припаялась. Теперь нам необходимо очистить печатную плату от флюса. Это мы делаем флюксофом. То есть обязательно удаляйте флюс печатной платы. Чтобы она была чиста. Далее устанавливаем защиту на микросхемы. И все. Мы вам показали как заменить контроллер тачскрина на айфоне 6. И так же меняется на айфоне 6+. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok